Красивая все-таки Россия, да? А мне показалось, что кто-то постучался. А ты вообще рассказывал уже пацанам, как мы оказались в этом? Ну, если не рассказывала, давайте тогда я расскажу. В общем, изначально мы купили билеты в обыкновенное купе. Причем мы покупили последние две верхние полки. И не СВ больше, вообще никаких мест не было. На верхних полках мы с девчонками с вами должны были ехать. Ну, и как-то там что-то нам стало неуютно. И мы решили, да и конем. Один раз в жизни мы можем себе позволить. И доплатили 50 тысяч рублей, 50 тысяч рублей. И нас переселили даже не в СВ, потому что в СВ тоже бы не было мест. А нас переселили в Гранд Люкс это? Да, в Гранд Люкс. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Как ты думаешь, сколько здесь квадратных метров, Валер? Я не знаю. Ну, три на... Три на три примерно все. Нет, где-то два с половиной на два с половиной. Ну, в общем, вот заходим. У нас здесь получается зеркало. Это мы с Валеркой. Привет на нашем новом канале. Доехали. В общем, есть кровать. Здесь у нас сегодня спал Валерка. Она вот так откидывается. И там она уже заправлена. Это примерно одна спалка, да? А я спала здесь. Она точно так же делается. Вот так. И получается здесь полутора спальня, да, Валер? Да, здесь метр двадцать, метр тридцать, наверное. Кстати, я вам хочу сказать, что это вот купе находится в старом вагоне. То есть у них это переделали. Ну, здесь всего получается шесть купе. А, всего шесть? Да. Два вагона таких здесь штуксовых. Свет включается-выключается. Так, уже ничего не включается. Послабели. Ящики охранения вот такие здесь. У нас чай. Чай. Шоколад. Шоколадки и сахар. Мы сюда это положили, а здесь лежало. Это нам притащили сегодня на завтрак. И там завтрак чуть позже. Еще одно место для хранения. Свет. Там тоже места для хранения. Всего здесь подушек четыре. Две, но еще две запасные, да, Валера? Вот они уже отновываются совершенно. Кондиционер. Место для хранения халаты и тапочки. Блин, сейчас вы офигеете халаты. Я думала, может быть, упереть даже. А как? Как-то не надо это все закрывать. Это как на яхте, да, закрывается? Вот халаты, посмотрите, такие длинные, белые и чистые. Да, грязные они не повесили. Например, такой мягкий махер, да? Хер-махер, да? Валер. Да, там лестница. Это тоже место для хранения, вешалки и лестница. Но вот здесь вот в этой полке неудобно, потому что нет вот такой полки, да, Валер? Да, вот здесь все. Ну, мне неудобно. Ну, сюда чемодан же обычно надо затаскивать. Ну, мне неудобно. Я вот говорю свои ощущения. Ну, хорошо. Да, мне неудобно. Здесь получается вентилятор в очень нужной комнате здесь. Па-пам! Здесь туалет, душ и раковина. Прямо у нас купе. Что у нас тут в туалете? Раковина, горячая, холодная вода постоянно. Ну, сока такая, мыло, бумаги. Четыре вот таких полотенца. Розетка. Наш самый любимый друг. Рук, опять, это места для селения, да? Да, да, да. Все, все стерильно, очень чисто. Ведро, и что еще? Пуалетная бумага, и это дезинфицирующие эти салфетки. И вот еще здесь, что такое, наверное? А, это освещитель воздуха, да? Да. Вот душ. Душ включается, знаете, как? Здесь нужно... А ты его выключил пока, да. Вот это нужно открыть, и вот на эту кнопочку нажать. Да я не поняла, как горячую воду включать. Ну, как-то. Водичку вот так вот открыл, и у тебя все идет. Косметички. Косметички сейчас я покажу, Валера. Сейчас она, вода отключится. Погу показать, как смывается дворец. Да это зачем? Что? А что такого? Здесь кнопка. Туалет ухудшится. Шума, шума. Ты вообще... Ты знаешь, что-то делал? Вот это показать. Как, мы еще не пользовались душем? Это у тебя черный наш. А, получается, у тебя... Я-то думала, что здесь все засрано будет водой. Нет, у нас шторки все... Потому что я не поговорил, вот. А ты, получается, вот так закрываешь, да? Да, вот там, сверху. А, ты вот так закрываешь, вот так вот, типа, делаешь. Но оно не делается там. Оно там не проходит. Не, они там не... И здесь закрываешь, да, получается? Вот так. А, дверь не закрываешь. Оно тут тоже. Ну, короче, как-то так, и вот, типа, ты тут моешься. Вот у тебя тут туалет. Я не буду, наверное, заделывать. Потом, да, Валера, не делаешь? А, еще здесь есть пен. У ребят, косметички. Нормально косметички? Смотрите. Дневные косметички. Так. Что в косметичке? Делаем разбор косметички, Валерка. Здесь у нас расческа, бритва, салфетки, ROX PASTA. Это гель просто плитья. Вот такие вот штучки, кондиционеры, гель для душа. Видите, какая фирма? Гель для душа, шампунь. Санитайзер для рук. Ну, и какая-то еще херня. Потом зубная паста. О, шеточка, душ принимай. Мочалочка, может? Ну, шеточка, мочалочка, да. Потом... Набор для шитья? Нет, это пилка и вышные палки. Беруши. А они, кстати, ребят, беруши тут понадобятся. Вот еще один минус в этом купе. Они здесь повесили просто деревянные жалюзи. Вот просто деревянные жалюзи. И ночью. Поезд шатается? Ну, их можно закрепить, я думаю. Просто всю ночь. Просто всю ночь. Я понимаю, зачем тут это беруши. Ну, и эта фирма. Ну, в общем, вот. Потому что телевизор. Ну, здесь все тоже минус. Здесь нет художественных фильмов и обыкновенных ТВ-передач. Тут только они накачали документальные фильмы, знаете. С Минаевым. Ага. Борис Годунов. Ну, все про эту историю Руси, да. Ну, как-то что-то не очень. Wi-Fi тоже есть, но Wi-Fi не работает. Розетка. Да, да, да. Wi-Fi не работает. Мы что-то пробовали проще так ловить интернет. А, вот. Здесь мы, получается, едем 23 часа, и у нас два раза нас будут кормить. Нам приносили сегодня завтрак, и сейчас у нас будет обед. А каким был завтрак и каким будет обед, мы увидим, когда сейчас. Смотрите, попросила сделать кофе. Нам принесли тарелку большую фруктов, кипяток. Ну, и здесь чай, шоколадки, сливки. Ну, нам это не надо, будет сейчас капсульный кофе. До чего-то шел прогресс, а. Ну, посмотрите. Это еще завтрака даже не было. Завтрак будет впереди. Валерка, вот это, там, семки такие кусманищи, знаешь, не пожалели. Не пожалели, да? Угу. Ого. Ну что, давай, гекустейшн. А что, мою, твою, у меня все блины? Да, 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 наверное. А может быть и нет, не знаю. Я себе точно заказывал сырники. Теплая? Да. Холодная, да? Вкусная? Да. Покажи еще в разрезе. Да. Так, а я, наверное, с каши начну. Ну, что там? Тут получается груша какая-то отмоченная в чем-то, надеюсь, в вине. В красном. Да. И рисовая каша. Смотри. Малиновое варенье. А теперь не могу его. Ну, что-то вкусная каша. Сейчас сырник еще попробуй. Ну, как бы ее, без нее можно прожить без этой каши. Но все равно же приятно. Да, сырник вкусный, да. И питательный. А тут аплепиха получается, да? Аплепиха, опять малиновое варенье, черника, сырник и сметану. Нет, не черник, это голубик, наверное. Голубик, да. Сметану. И сегменты апельсина. Вот это очень вкусно. Все жизнь удалась. Да. Мы тут ковырялись, ковырялись и нашли просто тупо красную икру. А сейчас попробуем, икра ли это? Икра, мне кажется. Она выглядит как икра. Офигеть. Просто офигеть. Валера, а знаешь, что? А можешь вот это попробовать? Просто блинчик. А я даже не понимаю, как бы, что это. Ну, ты вот сейчас и поймешь. Сейчас мы его порежем. Что там? Ветчина, сыр, скорее всего. Ну, сейчас пока похоже, да. Окей. Вот, видите, ребят, вот у нас два вагона. Вот этот и этот. Это старые вагоны. И здесь вот купе класса люкс находится. А изначально мы купили купе себе в тех двухэтажах. На втором этаже у нас был 13-й вагон. Всего, по-моему, 14 вагонов в поезде. СВ на человека стоит 30 тысяч. А полностью купе люкс 70. Ну, и на перроне, ребят. В одной бабушке нету, которая пирожки продает. Что за бред? Вообще как-то неромантично, Валер. А? Ничего страшного. Пойдет, да? Давайте по вагону пробежимся. Вот мы идем. Здесь, по-моему, здесь служебное помещение. Да, здесь спят проводники. Вот в таком вот ретро-стиле. И я в шесть всего купе. И все заняты просто. Вот такие бабки все заняты. У нас четвертая. Тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. У нас четвертая, да. И открывается, Валер, качики с чем? Ключом. Правда, тут какая-то есть еще карта. Но мы ее не дали. Собственно, все, мы зашли. Так, и что? И вот у нас здесь есть за деньги, за дополнительную плацу. Можно в вагоне ресторане попитаться. Мы вчера ели. Очень вкусно, но порции маленькие. Ну вот, и что мы ели? Мы Цезарь 490 рублей, да, ели. Жаркое, очень вкусное было. 380 рублей из свинины, с грибами. И я еще провела индейку с овощами. Вам ее, я не советую. Какая-то она прессная. Ну, всякие тут соусы, шмурсы. Вагон-ресторан снимать мы не будем. Вы сами знаете, как это примерно выглядит. Это двухэтажный состав. На первом этаже бар со спиртными напитками и снеки всякие разные. И на втором этаже просто вот вагон расчищенный. Ну, и столы в ряд стоят. Кстати, вообще мест было дофига свободных. Ну, и к нам еще постоянно вот подносят воду. Черноголовка. Черноголовка, но она какая-то невкусная черноголовка. Какая-то как мертвая вода. Вот. Это спигити, да, Валер? Получается. А это что? А, это мой салат с рукавалой, с кальмарами и с сегментами апельсина, да? Да. Это, наверное, твое? Это твое. Курица, наверное. Ты думаешь? Да. Вот это, наверное, мое какое-то. Что это еще? Это, не знаю. Это, по-моему, сыровяленая свинина, да? А, да. Ты сыры заказывал, вот эти всякие голубые шпинаты и все остальное. Ну, все, надо пробовать, Валер. С кальмарами я уже попробовала, с рукколы. Кальмар пробовала, но мне показалось немного пресноват. Но я, правда, вот эту штуку не пробовала еще. Скорее всего, надо перемешать. Это ореховая какая-то заправка. Курицу себе заказала, но, блин, я не знала, что будет ножкой. Я ножки вообще не ем, но придется пробовать. И везде, посмотрите, у них везде блюда, у них везде пихают мандарины, апельсины. Тут у меня апельсин, тут мандарин. И тут еще какая-то кайва или что-то такое. А у тебя вяленые тамары? Ой, да, вяленые томаты, да. Ну и все. И сыр с плесенью. Сейчас можно у меня один кусочек взять под шампанское. Кстати, будет прикольно с этим, знаешь, что, Валер? С вином. С сыром с плесенью. Почему хлеб не принесли, да? Ну, нам не нужен, да? Сыр хлеб нужен, да? Ну, нет, я же типа на диете. Ну, все, давай. Та-дам. Ура! За российские железные дороги! Вот так вот мы едем, ребята. Зачем мы едем? Давайте самое главное расскажу. Мы едем из Сочи в Мичуринск. Потом 80 километров нам еще на машине в Тамбов. Потому что мы едем покупать машину. Ну, какую машину и как это все будет происходить у нас там. Мы расскажем в следующем видео. Поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал. Будет море всего интересного. Вы будете видеть нашу жизнь в прямом эфире. Все. До скорых встреч. Пока! А ты еще забыла сказать, что здесь есть, как этот, трансфер, когда приезжаешь в Москву. Да, еще, ребята, в этом вагоне, вот именно здесь, не в СВ, а в этом, в люксе, есть Уфу. А на Вадлере и в Сочи. Ну, в Адлере и в Москве. То есть у вас бесплатное такси между вокзалами можете курсировать. Убор проводнику просто говорите, когда вас встретите, куда поедете и все, бесплатно едете. Вообще офигеть, офигеть, просто офигеть. Живут же люди. Но это у нас все. Один разочек мы побаловались. Теперь на суппайке. Ребят, 30 минут до прибытия в Мичуринск нам дали комплимент. Че это, Валера? Это Белевская пастила ручной работы из печеных антоновских яблочек. Мичуринск.